Иисус воскресе из метки, смертью смерть поправ, Иисус чем ограбил живо, даровал. Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наши занятия по Слову Твоему Святому. Даруй Господи, чтобы радостно также встретили мы все, что Ты нам даровал в Царстве Небесном, все вместе. Помоги Господи достичь этой небесной блаженной пристани, всем здесь собравшимся, всем нашим братьям, сестрам, далеко от стоящим и здесь находящимся. И всем, кто еще придет к Тебе, Господи, даруй этих счастливых, радостных мгновений, прикоснуться к вечности Твоей. Тебе слава за все, Отец им и Дух Святой. Аминь. Седьмая глава, двенадцатый стих. Твоя имя Отца и Сына и Святого Духа и Аминь. Иван Гриарнофея, седьмая глава, двенадцатый стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Толкование. Здесь показывает нам кратчайший путь добродетелей. Так как мы, люди, по себе знаем, что должны делать другим. Так, если хочешь, чтобы тебе благотворили, сам благотвори. Если хочешь, чтобы тебя любили враги, люби сам врагов. Если хочешь, чтобы тебе никто не досаждал, не досаждай и ты никому. Если хочешь, чтобы тебя все любили, и ты люби всех. Вообще, чего не любишь сам, того не делай другим. Всем в случае и закон Божий, и пророки говорят тоже, что повелевает нам, и закон естественный. Златоустом прочитаю толкование, еще добавление. Господь не сказал, что хочешь себе от Бога, но делай ближнему твоему, чтобы ты не возразил, как это возможно. Он Бог, а я человек. Но произнес, если хочешь чего себе, отравного тебе, то и сам тоже оказывай ближнему своему. Что может быть легче этого, и что и справедливее. Потому что потом, предлагая величайшую похвалу, еще прежде самих наград, полученную за соблюдение заповедей сей, говорит. В этом есть закон и пророки. Отсюда видно, что добродетель нам, естественно, и мы все сами по себе знаем, что должно делать так, что никогда нельзя извиняться неведением. А тут перед этим еще вначале говорит он так. В этих кратких словах Спаситель заключил все и показал, что добродетель и кратко, и удобно, и всем известно. Ну, то есть тут разговор идет, я так понимаю, уже о совести. Вот о той самой совести, о которой Златоустый сказал, что Евангелие к нашему стыду написано. А так у нас должна совесть говорить всегда. Ну, это уже говорится для христиан, тех, кто принял Евангелие, Господь говорит, обращается к тем, кто уже начал изменяться. Поэтому иногда странно от людей слышать, что они почему-то не понимают некоторые добродетели. Особенно добродетель благовестия. Для меня это очень непонятно. Почему все в наши общины дружно не встанут и не пойдут? Вот все, в общем, встали и пошли на благоествовать. Все. Нет, нету этого. Я помню, как-то, когда раздавали газетные листки с открещением, как-то больше людей ходило, вам не кажется? Там, там, смотришь, ходили тогда все. Вы раздавали эти газетные листки? Те, там, вот, и даже разговаривать нечего, понятно. Понятно, Надежда Васильевна это тоже. Но, просто Сергия тогда не было. Вы раздавали же газетные листки? Я тоже, даже этот, вот, был у нас Витя Плеханов. И тот на остановке, вижу, стоит, а я проезжал на трамвайе. Я по трамваям вот особенно специализировался, так как здесь жил в этот момент. И я выходил на трамвайе, и тут все тройки, пятерки, девятки, десятки. Я туда-сюда ездил по ним. И даже деньги как-то не платил. Но потом меня вычислили уже, я даже потом начал платить. Заплачу, еду, а я сам раздаю, уже они меня не касались. А потом как-то раз все это и братьям раздавали. Я помню, Слава там Старков трудился, он около храма там всем этим нищим по нескольку штук давал. И так, раздаю, раздаваю, не просто так, давай всем. Такой он, правильный был. Как наш брат Сергий, он тоже был, чтобы кто-то трудился, не один жил. Ну, странно, в нашей общей не все трудятся. Даже еще надо будет уговаривать. Я помню, Женя приезжал, разговаривал с нашим дьяком, с Мишей Никитиным. Разговоры были в Потеряевке. Это в начале 2002-2003 год. Почему мы не благовествуем, то почему у нас должен один Игнат Тихонич благоествовать? Как так, я что-то не пойму, община одного человека, что ли? Это неправильно, в корне причем. А добродетель это одна из самых высочайших. Только апостол Павел про нее сказал, горе мне, если не благовествую. Ну, почему-то у меня мысль только на это упала. Если кто-то большего хочет от меня, то это затронуло пока добродетель. Хотя других добродетелей очень много. И милостыни есть, это очень ответственные добродетели. И молитва, и пост. Все это нас касается. Но мы в этом всегда живем. Потому что это первое, в чем мы каемся перед батюшкой. А я там пост нарушил. А я там милостыню зажал. А я там не отдал десятину, сколько-то там держал. А я там еще что-нибудь сделал. А вот про я не благовествовал, вряд ли батюшка услышит такое. Когда кто-то из братьев подойдет и скажет, батюшка, простите меня, в слезах каюсь, не благовествовал. Братья тут пластом с сестрами пластаются, благовествуют. А я вот такой, ну пока что не видно, чтобы кто-то сильно раскаивался в этом. Ну батюшка может и не спрашивать. Сергей спросил уже тогда и сказал, когда вот сейчас был диспут его. Он же сказал, батюшка, почему вы не спрашиваете о благовествии? А так, ну да, было бы интересно очень. Первое вы спрашиваете, ты благовествуешь? Нет, сколько ты? Ты кто сейчас у нас лейтенант или майор как у этих эгоистов? У них генералы там есть, чуть не генералиссимусы, благовествия. И они придумывают все новое и новое. У меня учебник есть их, школа, школа там мудрости. И вот разные темы находить, к разным людям обращаться, ну даже мужчина, женщина, дети там, с какой тематики начинать все это. Если с среднего возраста человек, любого пола, начинать тематику семейной жизни сразу. То есть они не стесняются этого. У нас же вопросы не затронет. Все все знают. Воспитание детей-то вообще, скажешь только воспитание детей. О, да, мы тут сами с усами. Ну а благовестие это у них первое. Даже они разговаривать не будут. Это понятно уже. Потому что все, кто считает Евангелие, всем понятно. И Христос, ну, ясными словами все показал уже. Единственное, никто не знал, что Христос возьмет и уйдет. Ну, благовестовал, благовестовал. Покайтесь, веруйте в Царство Небесное. Ходил бы сейчас и благовестовал. Нет, взял, ушел. Теперь, что нам делать, вот, спрашивается. А идти стыдно. А Христос еще такие слова оставил. Кто постыдится меня и слов всех моих, того и я постыжусь. А слова-то остались. А не думал никто. Ученики, а Петр уже, Господи, да не будет этого с тобой. То что говорить о нас-то, силых и убогих, ну, простых людях. Конечно, Господи, ты оставайся здесь. Ты нам давай хлеб. Ты давай нас защищай. Тут все это делай как надо. Мы царем нашим будь. А Господь сказал, нет, рано мне еще быть вашим царем. Я и так буду вашим царем. Есть духовным. И сейчас вот то, что у нас нету вот такого поставленного вопроса, о благовестии ребром. Нету вот и молодежи. Молодежи нет. Молодежь видит, а что, никто ничего не говорит. Все нормально. Даже просто на занятия остаться. Зачем это нужно? Молодежь, как они отвечают? Брат, к тебе вопрос. Я дополню просто, кратце. Ты сейчас говорил, Евангелие все говорит о благовестии. Как тут не видеть? А я вспомнил опять Александра, не уступающий в житии. Он читал 50-й псалом. И там простые слова. Научу беззаконных путям твоим. И он пошел на благовестие. И тебе, братя. Да. И он пошел на благовестие. Пожалуйста, Ветх и Завет. Книга Псалтырь. Даже Ветх и Завет показывает на благовестие. Надо только читать и вчитываться. И рассуждать. Нету рассуждения. Вот мы рассуждаем сейчас. Видите, до каких глубин доходим. И тут уже и Псалтырь вспомнили. Ну, много чего. И Евангелие. Да и самих себя вспомнили. А то говорят. Вот вы там хорошенькие. Вот слушаешь вас. Все-то у вас хорошо. Все плохие. Пожалуйста. Сейчас мы подняли вопрос. Мы где говорим? Что мы хорошенькие, что ли? Да с нас не приведи, Господи, с некоторых брать пример. Никогда. Ну, в общем и в целом, получается, у нас довольно-таки интересный, примерный такой набор общины. Есть люди благочестивые. Стул. Один стул. В этом деле, в Благовестии. На кухне, наверное. А там нету, на кухне. А там тоже нет. У Марины там есть. Компьютер там положил. Все, иди сюда. А нет, нет, сейчас там есть, у Марины. Вот здесь. Компьютер на стул. А там не сядешь. Ну, там неудобно, наверное. А сейчас все найдем. Все. Давай, читай. 13-14 стихи. Иван Георгий, Матфейс, в мой главе. Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие дут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их толкование. Узкими вратами называют искушение. Как произвольные, например, пост, бдение, больную нищету, страничество и другие. Так и непроизвольные. Каковы? Узы, гонения, лишения имения, славы детей, болезнь, раны и прочее. Что Ио и нехотя претерпел. Так человек тучный или с большой ношью не может пройти узким местом. Так и сластолюбивый или богатый. А идут широким путем. Вместе словами «врата и путь» показывает и то, как теснота временна, так и широта скоро переходима. Ибо кто терпит обиды, тот как бы проходит только сквозь некоторые ворота. Равно и сластолюбивый. Призываясь. Фу! Сластолюбивый. Проходит как бы только некоторый путь. Кроме того, фу! На, на, на. Молодец. Что такое? Ну-ка, сиди тут. Да надо ее хвалить уже. Думаю, пора ты заполнить. Но как то и другое временно, то выбирай лучшее. Он говорит, бремя мое легко, по причине будущих воздаяний. Ну что, брат, что-нибудь нам скажешь? Разбирайся. Связано игре, да? Игорь. Или у кого-то другие, может быть, есть. Я думаю, сейчас сестры что-нибудь там скажут. Ну, у тебя. Нет, это тут Златоуст есть. Да. По-моему. Я-то Златоуста читаю тут. Поэтому у Златоуста, наверное, сказать никто не сможет. Ну, когда Златоуст говорит, потом только комментарии уже очень легко их комментировать. И видишь, но после Господь говорит, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. И незадолго перед тем внушал то же самое. Как же здесь путь, ведущий в жизнь, называют узким и тесным? Если обратишь все свое внимание, то увидишь, что Спаситель и здесь называет путь этот весьма легким, удобным и незатруднительным. Ну, то есть, иго, благо, время легко. То есть, все легко. Скажешь, как же тесный и узкий путь может быть весьма, быть вместе и удобным? Да никак не может быть, если узкий. Я вот в пещерах лазил, вам прямо хочу сказать. Никто не лазил в пещерах? Лазили? Там такие есть понятия, как калибра. Понимаете, что такое калибра? Это вот идешь, широкий-широкий такой, а потом раз и щель какая-нибудь. И мы полностью раздевались, полностью, до майки, ну, тело, чтобы скользило немножко. И туда тебя впихают прямо в ноги. Если в одной майке, вот, и в трико, и темно, вот фонарик на голову только оденешь, там чуть-чуть, и не видно ничего все равно тут перед собой. А бывает и без фонарика даже. И тебя протягивают, одного туда самого маленького протолкнешь, потом другого. Да, есть еще такое понятие, как вот клаустрофобия. Люди, которые боятся замкнутого пространства, да еще в темноте, это там смерть просто. Там паника, наверное. Там паника, да нет, но туда они до этих калибров уже не доходят. Пока они дойдут по пещере туда, уже всех вычислишь, кто чем болеет, чем. И поэтому узкий путь, это невозможно его пройти практически. Ну, и какой ответ? Ну, и сейчас будет ответ. Что же это? Почему же Господь говорит, бремя легко? Будущее его знаем. Но я так думаю, что это все потому, что Господь знает, что мы грешные и не можем исполнить слова его, которые он сказал. Будьте святы, как я свят. Вот, Господь любит нас, поэтому скажешь, как же тесный и узкий может быть удобным. Тем этот путь и удобен, что Господь есть путь и врата. Вот почему. Господь есть путь и истины и жизни. А раз Господь есть его, он нас любит, и мы его любим, все же говорим, критились во Христа, но все от Христа облеклись. Так, как и другой путь, хотя широкий и пространный, все же есть путь и врата. На них ничто не останавливается, но все проходит, как горести, так и радости в жизни. И не потому только удобно добродетель, но по концу своему она делается еще удобнейшей. Видите, все куда привел? К добродетельной жизни опять же. То есть говорили перед этим о добродетели. Какая добродетель? Но я вспомнил одну добродетель, потом еще упоминали там другие. Добродетелей много на самом деле. Но есть некоторые, о которых Христос останавливается и говорит, и потом оказывается, что они являются как бы добродетелями добродетелей. Ну как вот корень всех злозов с зимбролюбия, так вот есть любовь, но так как любовь никто не может одним словом высказать. Любовь из исполнения закона, говорится. А теперь дальше, так, а какого закона, это же интересно, давайте перечислять. То есть одним словом не скажешь, я, там, у нас как любвисты, давайте говорить по любви. Да вы не понимаете, о чем вы начинаете говорить. Ну давайте, где твоя борода? Ну ты что мне про бороду? Сектанты все как один. Да и православные такие же есть. Что ты, а что борода спасает? Это сектанты уже. А православные? А ну да, да, вот у батюшки почему-то борода. А вот там есть батюшка, который его постриг. То есть нормально же все. Значит он стрижет, ну и я постриг. А есть вообще батюшки, он перед Патриархом стоит, они бритые. Я не знаю, что там ему за разрешение такое дал. Они, наверное, разведчики какие-то в миру. Все узнают и потом Патриарху докладывают. С бородатом уже никто разговаривать не будет. Если ты бородатый, ты же бомж уже однозначно. И люди всегда вот у нас сейчас встречают вот так вот. Я иду, вот так вот. Раз, допустим, ну идешь. Просто человек вот так, особенно женщина. Так раз взглянуть, потом раз, раз на ноги. На брюки на твои. Что-то непонятно. Я его не в глазах вижу вот так, как у собачки моей. А она не поймет. Вот тут перфокарта. Вот тут шарики какие-то. Начинают крутиться прямо в глазах. Потом раз, на лицо опять. И общую картину. Вообще не поймет, кто такой. Они привыкли. Если с бородой, значит должен быть бомж весь в грязи, засаленный. А тут человек с бородой нормальный. Я поэтому сейчас в последнее время начал спрашивать людей с бородами. Вот борода вижу. Если есть возможность поговорить, я подхожу и спрашиваю. У тебя что борода? Ни одного верующего не встретил с бородой. Все просто растят бороду. Потому что один. Вот так вот борода здесь, а вот тут усы бритые. Я говорю, у тебя хорошая борода такая. Я говорю, а что ты вот тут побрил? Как что побрил? Так они же это лезут в рот. Это неправильно, тут-то не надо. А вот это да, это вот хорошо. Начинают дальше разговаривать. Никакой веры нету, ничего. Просто хорошо. Мама не против. О, нет. А жена? Жена, да. Вот жена, ей очень нравится все. Да как бы, что-то это за жены такие есть. И все вот, кто с бородками. Три или четыре, последний раз я вот разговаривал с людьми. Очень многие начали бороды. Просто жены не против. А только начни вот с сектантами. А жена? Да что жена тут, при чем? Жена ни при чем. Ну, нет. И жена выходит. Жена выходит в брючном костюме. Обтяжку так все. Я говорю, да вы же верующие. Как можно? Обтянуто все. Говорю, да нельзя. Он, а ты что на мою жену смотришь сектант? Из этого слова веры. В том, говорили. Ну, что на нее смотришь? И такой, гневался прям. А ну-ка, мы идем такой. Этот уже у нас, пастор. Ну-ка, тихо ты там, что это. Да он тут на мою жену такое сказал. Начали разборовки сразу. Я говорю, да вы что, сами что ли ничего не верите? Я не могу понять. Вот это любвисты по любви собрались разговаривать. Ну, вы в благочестие себя приведите. А потом будем разговаривать о добродетели. И поэтому, конечно, мы сразу на первый план выносим добродетель благовестия. Благовестия. Почему я вынес? Ну, я так понимаю, что вынес благовестие. Сейчас кто-то посмотрит, скажет, ну, все понятно. О другом им нечего говорить. Они безгрешные, там, святые. Сейчас только добродетель. Ну, давайте про это тогда, об этом тогда поговорим. А Христос нам еще какие-то, оставил выбор какой-то или что? У православия, вот как этот масленица. Хошь, не хошь, а благовестуй. Деваться некуда. Апостол Павел сказал, горе мне, если я не благовествую. О крещении даже ничего не сказал. А уж крещение у нас признают. Крещение уж все. Только спросишь, ты верующий? Я крещен сразу. Вера и крещение на одно место все ставят сразу. Ну, говорят, да нет, ну ты, это вот сектанты, они там начинают говорить, ты спасен. Ну, то есть, это они как бы говорят, ты веруешь. А так как они уже поняли, православные бесполезно спрашивают, потому что они все спасены. Вернее, все веруют. Поэтому они, ты спасен. Ну, тут православные уже, как говорится, в полон этими словами взятые их воображение. Спасен, потому что, а что спасаться-то? Ну, я же православный, у меня все есть. Ну, поп у нас есть, который меня поет. Вот сейчас я брата провожал, как говорится, в последнее захоронение своего двоюродного. Что-то стою и пою про себя просто, ну, со святыми упокой, тем, кто здесь достоин. Стою, пою, но не брат уже моему алкоголику, который ушел на водки и на курю. И вдруг запах ладана, я такой про себя думаю. А ветер такой еще прям, ну, кладбище-то все это, ну, там, где это, знаете, кладбище? Ну, это, напротив этого, Власихинской, кладбище. Власихинской, а, ну, Власихинской, знаете. И там, вот, поляйки, и там так дует ветер, и вдруг запах ладана прямо. Я так думаю, ничего себе меня пробивает. Думаю, это что такое? Даже подумал, чудо какое-то. Я пою со святыми, и вдруг ладан. Ну, ветер подул, я повернулся, смотрю, метров двадцати подъехала машина, а не слышно даже было. Священник. И там священник. Уже одного деда какого-то в галстуке бритого. Уже пошел. И торобаченный. То-то бру-бру-бру-бру-бру-быстро. За святыми, все со святыми деда отправил уже в галстуке туда. Все, сейчас он раз появится около ключника рая апостола Петра. И он опять скажет, вы что мне сюда в кожаные мешки пришлете? Пустые бурдюки. Да уже душа-то давно в аду этого человека. Зачем его? Со святыми нету, он так сосредоточен. А поп это да внешне мы его уже все видели. Такой у него сосредоточенный. Вид себя он такой весь. Натуральный такой поп. Ему только сниматься, вот в фильмах про старобряться, где-то там вот эти уклады еще того, шестнадцатого века. Ну вот отпеть все им, как следует качнуть. Вот стоят храм Христа Спасителя. Вот сейчас патриархальная служба была, патриарша. Не смотрели, никто не заглянул глазком. Я с полчаса посмотрел ее. И вот они стоят, начало. И папа рядом показывает, а там несколько вот этих царских врата, там это все, несколько там у них алтарей. И вот они стоят, их там человек шесть или, ну больше, наверное, даже. И видно, что он прям сосредоточенный, аж пот у него так румянец такой. Ну такой нормальный, дородный парень. Молодой там, лет тридцати они все. Может даже меньше. И вот они стоят, стоят. И вот подали возглас им. Возглас подали. Они все хором, одновременно, как запели. И одновременно вот так, раз, как с кадилами эти крутанутся. А вот так друг от друга стоят, чтобы кадилом только не задеть. Покадили вот так вот, все одновременно. Бряк, бряк, бряк. Опять одновременно вот так, раз, только. Точно как эти путинские ребята-то, гвардейцы. Синхронность этого отрабатывают. Однозначно они отрабатывают. И вот они потом как из алтаря повалили все с пасхальным пением. Так, к патриарху туда, патриарх-то там в центре стоит. И они как валят и валят. И все так, они по двое идут. И так это все у них слажено. И так поют они. Молодцы, они так долго готовились. Их вышло человек 300 там, наверное, заполонило все. У меня сразу такая мысль. Я смотрю, и вот пол храма стоит священники, пол храма прихожане. Для кого? Добродетель, где она? В чем тут добродетель-то заключается? Столько священников, один патриаршенька замял в угол. Вот так вот и стоит своей фигурой. И они все перед ним трепещут, как вот передо мной собачка моя. Это что такое? А как добродетель-то вы будете? Вы этих всех попов... И попов у них не хватает вечно. Вы их быстренько по деревням отправляете. Но на их лица посмотрите, на их глаза, на их слаженность. Как они крутятся с этим кадилом. Вы посмотрите, он никуда не поедет проповедовать. Он кроме вот кадила в руке ходил, он ничего не знает больше. У него другой добродетели нету. И как вот это братья говорят? Вот они там должны выйти, раздавать Евангелие. Раздавать Евангелие. Даже... Даже... Нет, они даже могут как-то выйти и раздать Евангелие. Но дальнейшего хода-то не будет. Ну, раздал ты Евангелие. И даже люди скажут, так вы прямо из церкви. Мы прямо сейчас к вам зайдем, будем занятия вести. А они ничего не скажут. Им сказать нечего. Потому что Христос воскрес не для того, чтобы они спаслись. Они не этого ищут от Него. Вот в чем дело. Ведь если Христос спасся, а Он сказал, кто любит Меня, тот исполнит заповеди Мои. Ну, ты должен исполнять заповеди, эти добродетели, эту любовь показывать. К другим. Вот сестра ходит у нас, вот пример. Ну, сколько ей лет уже, она ходит, и ходит, и ходит, и Евангелие раздает, беседует с людьми везде. Где только ее не увидишь уже. Господь, конечно, выйдет. А она еще себя все считает недостойной. Так же? Вот это правильное отношение. Это добродетель есть в этом. Просто мы видим, уж прости, сестра, что мы тут тебе задели примером. Ну, как бы, видишь, уже пошло это у нас дело такое. Занятия, как бы, для нас были мясничковые. А сейчас они выливаются уже на всю вселенную. В Америке можно, чтобы люди увидели нас. Ну, вы какие-то комментарии даже делаете к нашим занятиям. Многим нравится. Кому-то, наверное, может и не нравится. Но у нас есть пример, вот в чем дело. У нас есть пример положительный, есть отрицательный. У других просто они ничего показать не могут. У них один отрицательный пример. Но на одних отрицательных, извините, войну не выиграешь ни с кем. Надо, чтобы были победители какие-то. А у нас они есть. Вот у нас Александра Михайловна пришла чисто по благовестию. Вот благовествовали. И сам Игнатий Тихонович постучал, позвонил в ее дверь. А Христос стоял уже у сердца нашей дорогой Александры Михайловны. И постучавшись, приобрели мы сестру. Постучался Господь, а мы приобрели сестру. Пришла вера к ней. Если другие у нас, вот брат Сергий через занятия пришел, ну, там по-другому. Там визитку ему дали, да? Или ты объявление выделил? А, объявление выделил. И объявление, и визитку потом. А, еще, ну, то есть, вот, двойная. То есть, наши, пожалуйста, уже вот примеры пошли. Визитки мы даем. Визитки есть где, визитки не покажем. Объявление у нас тоже не можем показать. Нет, вот визитка. Объявление это на столбе, везде, на деревьях, где только мы их не делали, обращали. И шли в АГТУ, были занятия. Игнатик, значит, Лапкин вел, начиная с 92-го года в АГТУ. А так в АГУ вел, там полтора года было, потом перешли в АГТУ. И долго-долго, до 2007-го года были у нас занятия. Сначала на занятиях до 2000-го года ходила, полностью забит был, этот, аудитория, человек нарастал. Потом резко в 2000-м году произошел спад, в 2000-м. Резкий спад, прям раз и все. И сразу, сразу со 100 до 50 человек. И потом постепенно, постепенно дошли, что в среднем около 30 человек всего собиралось. И потом закрыли уже, не разрешили даже там заниматься. Ну и Игнатик всегда говорил, а у меня, говорит, дома занятия проходили, очень было нам хорошо. И собиралось, говорит, по 30 человек, а то бывало, как праздники там вообще, говорит, некуда даже. Да, так же было все. Надежда Васильевна, как супруга Игнатик, она тут все и принимала-то всех. Ну сейчас у нас как-то новый виток пошел. Собирались мы на наши занятия в разных местах. И сестер собирались, и у брати. Звонил Никита Колесникова, его фамилия, с Украины. Тоже через благовестие пришел. По интернету уже. Да, по интернету. Благовестие через интернет дает свои плоды. То есть он уже в Москве, купил билеты. В субботу утром приезжает, молитесь за путешествующего. Да, да, да. Аллилуйя. Будет жить у меня пока. Вот и Христос нас успокаивает, еще хотел и говорит. Потому и кратковременность трудов, и вечность венцов, и то, что труды предшествуют венцам, а венцы последуют за ними, все это составляет величайшее утешение в трудах. Потому и апостол Павел назвал скорбь легкой, не по свойству самой скорби, но по произволению подвижников и по надежде будущего. После непродолжительной легкой печали, сказал он, будет вечная слава, соделает. И надо смотреть не на видимое, а на невидимое. Вторая Коринфянам 4 глава 17 стих. То есть надо вспоминать Слово Божие чаще. Конечно, когда есть Слово Божие в тебе, то это очень легко. Жить. Сразу все легко. И ты понимаешь, где обратиться к чему. А когда ты не знаешь, Слово Божие, конечно, там даже любой пост, даже среда для тебя тяжелой покажется. Кто это сказал? Взирая на невидимое. Апостол Павел. Взирая на невидимое, виден видимое. Был тверд. Взирая на невидимое, был тверд. Если, говорит, волны и пучины для мореходов, поражение и раны для воинов, непогода и морозы для земледельцев, сильные удары для бойцов. Если все это бывает легко и выполнимо по надежде наград, временных и тленных, то тем более могут быть нечувствительные настоящие скорби, когда предстоит небо, неизреченное благо и бессмертная награда. Ну вот мы знаем, Игнатий Тихонович, он был, когда пребывал в заключении, он как раз об этом и говорит. Там научился, говорит, я и молиться, научился терпению. И кротость, смирение, все приходит там, где Господь посылает такие испытания тяжелые. Брат у нас пришел только что с КПЗ, сутки отсидел в милиции. Можно сказать, ни за что. Ну, с другой стороны, как бы, теперь уже опытный будет он у нас. Ну, это только не за распространение Слова Божьего отсидел. Поэтому, в принципе, ну, это так, чтобы набирался ума, разума. Да, брат? И нас научил тоже. Зато кротость, смирение, оно приходит через это. Они, знаете, когда там тебе руки ломают, не поймешь за что. Начинаешь... Там руки ломают. Конечно. И тебе тоже. Сережа, и тебе что ли там кучей? Да нет, он говорит, в общем, вообще. А, я думал, там прямо... Нет, мне не крутили. Слава Богу, не стало... Он не противился, потому что... Да. Много-много лет назад я туда попадал, крутили. А сейчас не крутили, потому что могли за меня. Ну, и ты и сам себя навел. Да, и мне не за что было, но я не виноват. Я штраф уплатил, а им не пришел. А раз не пришел, значит, якобы не уплатил. И мне вынесли приговор сутки ареста. Квитанцию и не принес. Да, а я через интернет оплатил. У меня принтера нету, я и плачу. А я вот это не понимаю. Как можно это через интернет? Куда ты деньги отдаешь? Ну, с карточки списываются, на счет переходишь. С карточки. Понятно, надо принтер иметь. Принтер, вот у меня принтер, он связан с интернетом. И вот тебе выдает, ты туда оплатил, а они тебе дают квитанцию. Почему они сразу не проверили? Они сразу проверяли нас. Они когда останавливают, допустим, меня, я показываю документы. Они говорят, сейчас мы вас проверим по базе данных. В базе данных раз у вас не уплачен штраф. Не разносят еще, не разносят, не разносят. А вот. А я деньги отправил, а деньги где-то потерялись. Он бы так знал, если бы у него был принтер, что квитанции-то нет. А он-то не знает. Я оплачу, говорит, и 2-3 месяца еще ввожу, потому что могут остановить и предъявить, что у вас не оплачено. Он говорит, ну, вот у меня оплачено. То есть система не отработана. Но это не отработано просто. Насчет алиментов тоже он отправлял не по договору, а просто. Но питанься всегда с собой, машину у него всегда. Он говорит, как преступника, руки за спину, почему мне это самое алименты не повезти. Ну, я говорю, сразу здесь машину-то вытащил, показал. В общем-то у них так, так и на манер. Закручивал руки. И даже не 2-3 месяца, а не делать срок поисковой давности надо. Ну, что вам сказать. Вот сейчас про Донец говорят. Там на почве этой войны возникли вот эти различные группировки ОПГ, называются вот эти преступные. Ну, война, оружия много. А есть люди, которые патриоты для себя самих. Собираются в банды, вооружены до зубов, вплоть до зенитных орудий. Это миллиардеры, да, финансируют их в банды. Почему? Не миллиардеры, это прямо в Донецкой республике прямо это. И вот сейчас у них там вот это происходит. Мародеры там, то, что магазины все это разграбят, это все там. Вот это сейчас. Вот они говорят, у нас еще, говорит, полиции нету. Вот сейчас они там бедствуют. А у нас-то это даже, можно сказать, ну, будем так переносить вот с телесного на духовное. Перенесем это все теперь. Вот что перенес Иов или даже Давид за всю свою жизнь. Мы просто как сыр в масле с вами катаемся. Мы все уже знаем. Нам только исполнять надо немного. И мы должны, мы обязаны в нашей общине хотя бы один, два, три, там, сколько там, десятка человек, чтобы мы показали, что можно прожить жизнь и благовествовать. Скажут, да, вы там плохенько благовествуете, просто Евангелие раздаете. Шар, никто никуда уже не идет. Вы там сидите и смотрите просто. Мы будем раздавать Евангелие. А вы потом будете перед Христом отвечать, что вы просто на нас смотрели. И дораздавать эти Евангелие до конца дней своих. Вот, Надежда Васильевна, одна из этих у нас претендентов. А что мы не говорили, не надо этого самого вставать. Да, не вставать не надо, зачем? Беседуем, конечно, беседуем. Да, а мы не просто еще раздаем, мы обязательно беседуем с людьми. И об этом говорит наша пополняемость. У нас все равно нет-нет, да кто-нибудь придет. Что-то сегодня нет, вот, я хотел все для примера показать. Она поздно приехала, пока управилась. Сейчас легла. И на работе, ну, она говорит, я никакая. Ясно. Ну, то есть у нас вот сейчас вот несколько человек готовятся к окрещению. Вот должна была прийти еще одна молодая женщина. Он сам сработает, да, сработает, у него правилось. Борис, он, у него не выходит по времени, у него интересно. Он преподает по скайпу физику-математику. Прям дома сидит и преподает, у него уроки ведет. Ведет все. Причем ведет с такими людьми, которые, говорит, даже крупные политические деятели. Физику и математику? Да. Физику-математику преподает. Причем он с бизнес-уклоном все это. Ну, туда не будем пока заглядывать. Какие люди к нам? А Лена, она инженер по измерению угловых велесин. Нам вообще это конструкция. Это строительная? Строительная, да. То есть, вот все эти конструкции, всякие, все остальное прочее, все идет через нее, представляете? Это диагностика, да? Да, типа диагностики, да. Она говорит, у меня, говорит, вообще вот 45 минут, потом, говорит, 15 минут отдыхаю, говорит, обязательно. А Марина говорит, а ты не можешь там поработать попозже там или что-то такое, чтобы потом пораньше там? Она говорит, да ты что, говорит, я, говорит, до 4-х часов у меня, говорит, мозги кипят, говорит, от такой работы. Я говорю, вот это нам Господь начал посылать людей, физики, математики, инженеры, кого только нет. Господь, Господь посылает. Вот ученые, они договорились до того сейчас, до того, помните, как вот пришло, что все, Бога нет, все, Бога нет, все. Почему? Ученые узнали, как образовалась Вселенная, и все вокруг, да, 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 Бога нет, все. А что там такое? Калактический взрыв, Вселенная, все, значит, там порошинки разлетелись, все. А теперь они запищали, они начали вот эти все измерять все, и у них получилось. Они заглянули в космос, показывают снимки галактик, которые отстоят от нас на 120, там, 1200 световых лет. Там это невероятные размеры, короче говоря, по расстоянию. И показывают прям телескоп, приближает, приближает, вплоть до планеты, видать, как приближает телескоп. Вот этот ихний. И да, приближалось все это, это к ним приблизилось. Они начали все исследовать, спектры там и так далее. И теперь у них, они уже точно определились, что из какой-то одной точки родилась вся Вселенная. И теперь она разлетается во все стороны, как взрыв произошел, во все стороны летит, как одуванчик. Когда дудишь, он во все стороны, и вниз, и вверх, везде. И вот так все летят, эти Вселенные солнечные образуются везде. И теперь у них одна мысль только. А эту точку-то, во-первых, кто образовал, не, сначала кто ее взорвал, а потом дальше мысль. А кто ее образовал, эту точку? И ученые, вот прям идут документальные фильмы, ученые прям сидят, когда там ученые, написано, откуда и американцы, и русские, и все гадают. А откуда точка-то взялась теперь? Вот ученые, мужи, догадались. То есть, сначала ум у них дошел до того, что, оказывается, Вселенная родилась, нету Бога. А теперь, а теперь и такой вопрос стоит. Кто же, и прям большие буквы, кто же взорвал эту точку? Вопрос. А потом, откуда она взялась, и такими буквами, опять вопрос. То есть, все, дошли до точки. А нам не надо ее искать. Мы так знаем, кто образовал и зачем, главное. И зачем? И все, и все только упирается в одну добродетель. Добродетель оказать другому то, чего бы ты желал себе. Вот мы, вот с чего начали-то. А чего ты себе желаешь? Я хочу вечно жить. Все, вот с этого, нет, я даже не знал о спасении души, я не знал, что у меня душа есть. Я просто увидел своего дедушку в гробу. Вот Восточная улица, вот она идет вот здесь. И вот там Восточная 3 есть. Это 99, оттуда ниже, к вокзалу 3, перед пивоваркой. И вот там, посреди вот так улицы, стоял гроб. И в нем лежал дедушка в 73-м году, который воевал за меня, получил три ранения, за внучка своего. И помер от этих ран на операционном столе. Сердце не вынесло. Потому что у него тут эти, заражение было, кишков уже там, и так далее. И когда он лежал, мне было 9 лет, ко мне пришла мысль, это не дедушка мой, все. Мне, да это дедушка, все. Да не может быть, я не поверил, что это дедушка. Почему-то, совершенно, кто-то лежит бревном, все. И мой разум не смирился с тем, что нету дедушку. Я любил сильно дедушку. И начал я искать выход из этого положения. Выход только один, не умирать. И как это сделать, я не знаю. Я начинаю у всех спрашивать, у кого, у мамы начинаю. Мама с ума сходит, не может ответить. Потом уже, я последний раз лет в 13, она пришла ко мне, а я рыдаю не могу. Лет 13 мне было. Ну, я там отдельно, это закуток у меня был в двухкомнатной квартире. Она подошла, присела ко мне, такая, сынок, ну что ты? Что такое там с тобой? Я говорю, мама, не могу, вот, я не хочу умирать, и все. Сынок, да откуда у тебя эти мысли-то? Что ты такое? А я начинаю вспоминать, откуда мысли. Оказывается, я был на озере Ая, здесь, в пионерском лагере. И там мне было видение. Когда был сон час. То есть, в облике дедушки ко мне кто-то пришел и беседовал со мной. И после этого, мама говорит, вызвали маму по телефону из пионерского лагеря, говорит, забирайте вашего ребенка. А что такое? У него, говорит, нервный срыв. Он говорит, что-то говорит, мы ничего понять не можем. Что-то говорит про дедушку, про вечную жизнь, говорит, про все. И мама мне это сейчас только вспомнила. Она говорит, а я же, говорит, вспомнила это все. Мне позвонили. А она ничего, ну, мне было 11 тогда, 11 год. И она приехала, меня забрала, а я вот в этом состоянии, вот таком непонятном, что такое. То есть, вот с того времени, вот как мой дедушка ушел, и я вот, то есть, такая любовь была. Ну, почему бы нет? Там Игнатий Тихонович корову увидал, как он сдохлый. А жена моя увидала, как цыпленок. Упал и утонул. И она пыталась оживить, бегала с ним везде. Бабушки там всем сувала. А оживите, цыпленка, цыпленок, 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 утонул, говорит. И плакала над ним, там, пока не отобрали, и не похоронили с почестями его. Тогда уже успокоилась немножко. И то все время этого цыпленка вспоминает. Игнатий Тихонович корову вспоминает, когда увидал корову, говорит, тогда это было ему 5 лет. Ну, почему тут простое дело? Ну, тут я вообще родного человека потерял. Ты же человек. И у меня вот этот вопрос родился. Вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Не было, ну, для меня как бы непонятно было только одно. Смерть, а дальше невидимое. Вот невидимое в чем дело? А невидимое все у Христа, у Бога в руке. И вот Господь меня через это потянул к себе. А так мне говорили, там, я слышал об Иисусе Христе, что Бог я слышал и так далее. Но для меня это пустые звуки были. Почему? Они не были подтверждены ни рассказами, ни Евангелием, ничем. Просто там споткнется кто-нибудь. Ой, Господи, прости. Ну, все это услышал. Или в фильме там что-то скажут. Там, да слава Богу. Ну, и сказали, и сказали. Ну, если постоянно спасибо говорили. А это спаси Бог. И у меня даже ни разу не возникла мысль. Спаси Бог. Спастись там душу или что, вообще непонятия не было. Но о вечной жизни, что вот я хочу жить и не умереть. И что для этого что-то надо сделать. Вот, а что сделать? И причем таблетки тут ни при чем. Когда начинали там о таблетках, мне всегда смешно было. Какие-то там лекарства найти. Я понимал, да нет, не может быть. Какие лекарства? Нет. Дедушка умер. Ничего никто не спас. А уже его-то могли спасти. Все-таки герой войны, казалось. Ну, это сейчас понятно, что нищета там, боль перекатная. Без денег. Можно было что-то и сделать. Но не в этом дело-то. Я понимал правильность. Хоть мысль-то правильный был. А что нужно для этого? Вот Господь нам показывает, что нужно. Все легко и просто. Путь узкий и тесный. В чем? В заповедях Господних. Вот в чем. Он узкий и тесный. Что нету вот этого вот широкого такого пути, как у «что хочу, то ворочу». Сколько канонов и правил в православной церкви? 719. Ну, там при Юстиниане было там 900 с чем-то правил. Ну, там убрали их около 200 правил. Осталось 719. Вот у нас, вот она, каноны и правила. 719. Вот эта книжка регламентирует всю жизнь православного человека. Теперь, какую нам книжку составить, которая регламентирует жизнь неверующего человека? Понимаете, какой широкий получится путь? Какой толпут? В Конституции. Что хочешь, то и делай. И законы. Во-первых, супротив этих всех канонов можно пойти, это раз, они идут. Уж свои, если не исполняют. И дальше. И все, что теперь только не хочешь, делай. Все только, чтобы было против Христа, чтобы только не было исполнения канонов. Вот он широкий путь. А у нас, конечно, он узкий. У нас ограда есть, которая ограждает еще путь к этому. И надо искать его, искать. Почему так много людей мимо пробегают? Ну, такая вот щель, она еще чуть сбоку, и не видно ее. Сливается со скалой, сливается с местностью, и пробегают люди мимо. Хотя апостол Павел говорит, нас никто не знает, но мы везде узнаваем. Нас везде умерщвляют, а мы всегда живы. Нас считают за беднейших людей, но мы всех обогащаем. Почему? Мы даем самое главное. То, что мы желаем спасения своим душам. И теперь вечная жизнь. И теперь мы желаем это другим людям. Я когда встречался с людьми, сколько беседовал, никого Господь так не посетил, как меня. Ну, просто избрание и все. Очень редко, чтобы с такого возраста. Я уже в 14 лет маме своей сказал, мама, больше никогда не празднуйте моих день рождения. Мне не дарить ни подарков, не поздравлять меня на дни рождения. Ой, молодец, тебе 15 лет. Задувать какие-то свечки. Это бестолковость. Самое настоящее. Я, значит, буду... Ты будешь стареть, к смерти идешь. Я буду стареть, тоже иду к смерти, к старости. Это же понятно, что я буду стариком уже, немощным. И мы будем радоваться этому, что ли? Не рождение. Не-не-не, это неправильное что-то. Другому можно чему-то радоваться, только не этому. И мама на меня, конечно, смотрела со странностью. Но как это потом мне помогло в разговоре о Библии, когда я уверовал и приехал к ней с Библией? Тут все прям вот, все, что до того мне говорилось. Только теперь не я уже задаю вопросы маме, а она мне уже задает вопросы. Почему? Я прочитал Библию и уже знаю все о вечности. Все, Господь подготовил через апостолов, через пророков, через верующих людей. Через целые страны верующих, иудейскую страну, показал все, что такое вечность жизни. Что такое главное добродетель. Я уже проповедую маме о Христе. Все, и мама сейчас верующая. Мама еще там с сестрой благовидит, но я тоже с сестрой рассказал. И сестра сейчас верующая. Сейчас маленькая внучка подрастает, вот такая Сонечка. И она тоже уже в храм ходит. То есть Господь охватил всех. Ну правда отца не зацепил еще. Ну что сделаешь. Да? Вот так же, вот так же ревностно я захожу по Союзу. Какой-то священник, я его раньше не видела. И все сидят, много-много народу, много. И в основном священники, и миряне там есть. И он так резко, вот на Игоря похож, вот точно так же говорит резко. Вопросы отвечает четко по Библии, все отвечает. Потом вопрос попадает о нему, там про Украину что-то. Зачитывает он про Украину. Это что за вопрос? Я кто? Я политик? Вы какой вопрос мне задали? Вы хватаете и слушаете, что я вам могу дать. Я дам вам Слово Божие. Библия, которая вас спасает. От Евангелия, которая, по которому вы живете, вы хватаете скорее и слушайте, слушайте. Да резко, наверное, так вот на всех, вот прямо. Я так остановилась, все думала, какие-нибудь там выступаете, я там некоторых слушаю. А потом он говорит, и что вы про Украину-то знаете? Что вы не видите? Вы что, слепые? У вас что, глаза закрыты? Вы что, не видите, что происходит? Причем здесь Украина? Вы при чем Украина здесь? Война идет. Россия с противоположностью, со всеми, кто хотел бы Россию не воюет. При чем здесь Украина? Украина вообще не воюет. Украина наблюдает, Украина шуток. Вы видите, война, это война России с другими. Война только на чужой территории. И не задавайте вопросов глупых. Я тогда села, давай его слышать дальше. Он такой вопрос, так, все, по слову Божьему отвечает, отвечает и так резко. И вдруг вопрос опять. Он говорит, а почему? Почему раньше вы нам не говорили? Почему раньше не занимались нами так, как вы сейчас на нас давите? Ну кто-то такой вопрос. Ну не давите, а что вы так вот. Ну понятно. Заостряйте теперь. Струга, строго на нас. Он говорит, время, коротко, время. Понимаете? Не возьмете этот путь, не пойдете по нему, не спасетесь. Пойдете в ад. И говорит, да, то, что не было благовестия, не говорили людям. Сколько мы людей потеряли, сколько людей по нашим не погибло. Я вообще. И так я не увидела, кто. Фамилию даже его не увидела. Ну как он резко разговаривал, как и так точно. Еще продолжение Златоуста здесь есть как раз по нашей теме. По вашей даже. Продолжение прям хорошее. Если же и при всем этом некоторые почитают ведущий в жизнь путь трудным, то мнение это происходит только от собственной их ленности. Смотри, как Спаситель и иным способом делает этот путь удобным, когда запрещает вмешиваться между псами, предавать себя свиньям и повелевает остерегаться лжепророков, всячески внушает быть осторожными. Самое даже наименование тесным путем весьма много способствует к тому, чтобы сделать его удобным, потому что заставляет нас бодрствовать. Как и Павел, не с тем ли говорит, наша брань не против плоти и крови, Ефесянам 6 глава 12 стих, чтобы привести в уныние, ну чтобы не привести в уныние, а ну чтобы возбудить сердца воинов, так точно и Господь путь жизни назвал трудным для того, чтобы, так сказать, пробудить от сна путников. Вот, пожалуйста, как раз об этом и разговор и идет. Пробудить нужно от сна, но не встретился такой священник людям. Но теперь, слава Богу, встретился. Другое дело, что таких священников-то мало. И если он священник, долго ли он останется с такой ревностью и с такой правдой священником-то? Потому что над ним-то есть епископ еще. А епископ он монах, а монахи они молятся за весь мир и ничего не делают. Я поняла, это какой-то преподаватель в Академии. Понял, что они священники. Ну он с крестом сидел, он с крестом. Священники, они такая каста людей, которые они подвластны епископам. Епископы это князья церкви. Князья. Князья владычествуют над пасторами этими, священниками. А священники владычествуют над пасторой своей. Но так как, как говорится, у них кишка тонка владычествовать умом, они поэтому берут глупостью. А глупость заключается в том, что они стараются сами ничего не знать. И главное не допустить пособ их своих, чтобы к зданиям-то. Иначе они все будут такие, как мы тут с вами, разбираться в Слове Божьем. А это грозит чем? Умными вопросами. Они не нужны ему умные вопросы. Им нужны такие вопросы, как вот, когда я стоял в церкви, подошла к ней и сказала, «Батюшка, а вот завтра Георгия Победоносцев праздник-то и среда вот, а можно мне стираться-то или нельзя?» А я такой кинулся к ней и говорю, а вы, говорю, читали что-нибудь, Георгия Победоносцев, «Жития святых» читали? Кто такой, не знаете? А, нет, не знаю. Я говорю, а что же вы тогда говорите, что он святой? Надо же знать, кто такой он. Надо почитать «Жития святых» он такой, «Ты что там с ней разговариваешь? Она ко мне пришла! А ну-ка отойди от нее сейчас же!» И такой, «Так, так что ты там, стираться тебе все? Все вам стираться, все вам белить!» Такой, начал ее строить. «Ну-ка иди сюда, ты иди отсюда, чтобы не слышал ничего, я тебе буду говорить». И такой на ухо что-то ей такой, начал говорить. Она такая, «Батюшка, батюшка!» Двуху целуешь, Господи, помилуй. Как это, капелья одного-двух актеров. Угодил. Угодил, ну видать сказал, ну смотри, там этого не слушай, этого не слушай. Там мимо меня прям мышкой шмык-шмык склонилось, чтобы только не видеть, как собачонка мимо меня проползает. Господи, все, я уже сектант. Ну они мимо проходят, такие люди, они безбашенные, дерзкие, наглые. Они чистое порождение своих князей и епископов. Это кто? Мимо. Евангелие подаю, красивая красная книжка. Все. Подаю Евангелие, женщина берет. И в этот момент пробегает какая-то такая, раз заглянула. У них наберет ассектанты. Она сразу. Ну, 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 ну. Сразу мне толкает все. Все, одно слово. Кто-то мимо пробегает, и она их не знает совершенно. Я стою уже, поговорил с ней, мы уже две минуты знакомы. А я даю ей книжку, даю визитку. Все понятно, это наши телефоны. Мимо пробегает. Похотя называется. Это сектанты у них ничего не берет. Это не наши. Вот так еще. То есть она сразу, сходу узнала, что это наша. Ну как она твоя, если ты у меня даже не берешь, а меня хаешь, а она взяла. Какая она твоя? Тварь ты. Божья. То есть она уже все, она уже подольстилась к ней. А я уже стал врагом, потому что меня-то уже никак она на свою сторону не переманит. А эту еще душу можно в ад запихать. Ну, все запихала. Раз, и пиханула ее туда. Та уже побалансировала. А узкий путь, это надо взять книжку, взять, а потом читать. То есть совесть у человека есть. А, ладно, на, лучше ничего мне не надо. А там еще же интернет. И спокойненько полечу я. Лечу, там туннель, хорошо, так белый свет. А там потом раз, помните, как бегущие задали. А там раз, и вдруг адская глубина. А потом стоит он, его черви грызут тут все. И он, как ты здесь оказывается? Тебя же жена с доченькой так любили. Все, ты такой хороший семенил был. И ты в аду. А он говорит, да вот смотри, как он прикасается к нему, к голове-то, и за руку берет. И показывает, как к нему приходят, благовествуют. Как он сидит, телевизор смотрит, там проповедник, он перелистывает, как там идет футбол там и так далее. Ничего ему не надо было духовного, оказывается. А хороший семьянин, все там, дочку любил. А в аду оказался семьянин. А думали все, что он идет к свету, и жена такая, ну, он говорит, ради вас тут только на земле, это врач-то хотела помочь, психиатр. Отпустите его к свету, пускай идет к свету. А он такой улыбается, как бы, ааа, умирая уже. Это, дорогой, иди к свету. И девочка, это, папочка, иди к свету, иди к свету. И показывает, раз и вытянулся, все, умер. И в этот момент туннель, этот свет такой впереди, и он летит, и такой радостный. Ааа, и вдруг адские пламени, фу-фу, как из огнемета, и развязается бездна. Прилетели, все. Прилетели. В широкой бездной адской. Почему? Полевности своей не хотели другим делать того, чего не желали себе. А наоборот, противоположную всегда. Сторону гнули. Читаем, да? Читаем, да. 15-16 стихи. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград, или с репейника смоку? Толкование. Меретики обыкновенно хитрые и притворные. Посему говорит, берегитесь. Они предлагают сладкие речи, и являют, по-видимому, житие честное. Между тем, внутри или в сердце их скрывается удочка. Под овечью одеждой, разумеется, и та кротость, какую пользуются некоторые лицемеры, для того, чтобы обласкать и обольстить. Они узнаются по плодам своим, то есть по делам и жизни. Хотя бы они для других на время и скрывались, но для внимательных всегда бывают явны. Золотоуст еще тут добавляет много. Вот кроме псов и свиней, другой род наветов и коварства. Гораздо опаснее первого. Те, по крайней мере, известны и явны, а эти скрытны. Потому и спаситель. Тех повелел только удаляться, а этих еще и внимательно рассматривать, так как невозможно узнать их с первого взгляда. Потому и сказал, внемлите, внушайте тем большую тщательность в их распознавании. Потом, чтобы слышавшие, что должно идти тесным, прискорбным и для многих неприятным путем, притом хранить себя от псов и свиней и от других врагов злейших ворота, то есть от волков, чтобы, говорю, слышавшие это не пришли в уныние от множества скорбей, так как надлежало идти путем для многих неприятным, и притом еще иметь в виду вышесказанные препятствия. Для этого спаситель привел на память происшествие, бывшее при их отцах, упомянув именно о лжепророках, все подобное и тогда случалось. И так, говорит, не смущайтесь, ничто не случается нового или особенного. Дьявол всегда к истине присоединяет обман. Ну то есть, то, что говорили, читали сейчас о сектантах, о еретиках, об этом говорит Господь. Были лжепророки. Это те же самые сектанты и еретики, которые оборщали народ, уводили его от истины. Сейчас это сектанты вот с этой самой удочкой в сердце внутри. То есть, ты с ним разговариваешь, а он постоянно забрасывает к тебе уду, и чтобы тебя зацепить. Зацепил, к себе утянул. Ну, тетя Алла знает, что такое это. А оно очень коварное. Оно так тонко льстит. И люди добрые, и уверенные, такие прям и положительные. Ну, что там говорить, со всех сторон. А учение само не спасительно. Есть призывание, есть обращение, нету освящения. То есть, нету того, что Христос назвал своей церковью, своей оградой. И даже более того, своим телом. В общем, дело. То есть, люди вокруг, вокруг ходят, как бы исполняют, исполняют вокруг, а в самую суть так и не приходят. Потому что, Господь знает, что мы не можем быть, как Он святый. Поэтому оставил нам все пути отхода правильного, через Церковь Божию. И даже вот то, что у нас нету хороших епископов, настоящих верующих, таких, с добродетелью, благовестия. Нету, в большинстве своем пастыре таких же. Однако, Господь все нам даровал для спасения. Нам с вами. Игнатий Иванович про это часто говорит, говорит, не будет меня, не будет батюшки. Найдите такого священника, который будет вас причащать в церкви, вот в этой Московской Патриархии. Мы ее никогда не хаяли, мы ее считаем благодатной. Ну и все. Дальше что? Теперь, кто-то все равно, ну, пойдешь ты кому-то на исповедь, будешь говорить, исповедоваться, и он скажет, а, ты там, бывшая Лапкинская, все, тебя не принимаю, и так далее. Ну ладно, уходи, есть другие еще священники. Их тут много, слава Богу. Много. Да? Поэтому где-то кто-то проявит себя. Дай Бог, чтобы, конечно, у нас появился свой личный священник, свой личный брат. Но это очень сложно, потому что своего епископа майки практически невозможно. Даже наш епископ Евтихий, такой благочестивящий муж, оказался, оказался зачинщиком, как будем говорить, вот погибели всей зарубежной церкви в России. Зачинщик. Он провокатор, как поп-гапон оказался. Взял и сказал, что здесь торжествует благочестие уже в Московской Патриархии. Как это все могло быть? Он же тут единственный епископ. А был такой хороший. Ничего лишнего у него не было. И не надо было даже. Проповеди говорил о смирении. Такие хорошие. А сам не смог смириться перед Словом Божиим. Как он тогда вспоминал, когда в Рио-де-Жанейро стояли они. Там у них была большая все американские епископы. Сколько там их было? Человек, наверное, 30. И там у них съезд был православный. И он там был среди них. Чего, говорит, я туда попал. И стоим, говорит, и там 120-этажное здание у них. Огромное-огромное. И мы, говорит, вышли и стоим здесь на улице. И что-то голову подняли там. И смотрим, что-то там такое кружится. Прямо кружится и кружится вот так. и все уже сначала разговаривали, а потом все стоят уже. Да что там такое? Кто-то. Да это верстолет. Да нет, это, говорит, какой-то маленький, говорит, такой сейчас улетает эти. Ну и все. А это что-то ниже опускается, опускается. Ну и потом забыли уже стоят, разговаривают. А я, говорит, голову-то поднимаю. И как-то раз, говорит, и оно пониже и мелькнуло. Я говорю, отцы, так это же, это же пакет. Большой пакет просто летает. И он, и говорит, вдруг меня мысль пронзила. И я говорю, а знаете, что отцы, они одни, ну что, пойдем там в ресторан, другие, куда-то еще. А я, говорит, стою такой и думаю. И говорю им, а знаете, это отцы, они повернулись так ко мне все. А я такой же, как этот пакет среди вас сейчас. Что-то летаю, говорит, летаю. Зачем я здесь нужен вам, говорит, не понять не могу. Мы так удивились. Батюшка был, Игнатий Ильич. Хорошая. Вообще сравнение. Главное, себя сравнил с этим пустым пакетом, на которого все внимание обратили. Вроде бы, а что-то там такое интересное, забавное. А потом бросили. Пойдем, разойдемся. Он никому не нужен. И он и я, говорит, как этот пакет, говорит, среди вас. Ну, наш епископ, он такой должен быть. Иначе, кто бы мог позволить людям, нет, 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 кто бы мог позволить себе, в нас увидеть простых людей, которые хотят религиозной жизни такой, какую показал Христос. Он это увидел в нас, вот в чем дело-то. Почему нам и позволил на русском языке, на любимейшем нашем, родном русском языке, читать слово Божие в храме? Понятно. Пусть никого нет. Никодин бы не позволил. А он при нем бы читали, и он ничего, ни слова не говорил. Даже наоборот, сам начал на русский язык переводить. Покаянные молитвы, это же вообще, не касайся, где кадила ходит, папу, это же деньга летит. Никто не должен ничего понимать. А он взял и перевел. И папу сказали, они против него восстания подняли. Да хорошо все закончилось, как говорится, эта оперетка с Российской Православной Церкви Свободной в России. А так бы еще, сколько бы его мучили они. Да. Хочу вернуться вот к толкованию. Держи, брат. от еретика, что не льстят. Удочка там внутри у них, по-моему, вот. Это, я вспомнил, в Деянии 2.47 написано, что Господь прилагал спасаемых в церкви. То есть, над этим стихом они не задумываются. Спасаемых, то есть, человек уже уверовал. О чем говорит этот стих Писание? Он же обратился, то есть, уверовал во Христа и прилагал спасаемых в церкви, то есть, вводил в церковь. А церковь, вот она, едина, как Господь говорит, я создам церковь свою, врата ада не одолеют ее. Вот. И еще я сегодня читал Слово Божие. И вот читал там Матфея 7.21. И здесь говорится, что мы дальше будем читать. Вот. И начал искать 9. Евангелие Атиана, 10 главу, 30 стих, где Господь говорит, я отец и одно. Вот. Я пока читал, наткнулся на, сейчас скажу, 10 глава, с 1 по 5 стих. Я зачитаю. Истинно, истинно говорю вам, кто не... Иван Галатьяна, 10 глава, с 1 по 5 стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Инди, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь, овца. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени, и выводит их, и когда выведет своих овец, идет перед ними. А овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И вот там в толковании сказано, как бы вкратце немножко, там толкование большое. Что такое вообще это, дверь именно? Так, что такое есть? Так, да, про дверь говорится. И толкование так говорит, сначала он излагает отличительные свойства губителя. Он говорит, что не входит дверь, то есть писаниями, ибо он не свидетельствуешься ни писаниями, ни пророками. Писание поистине суть дверь. То есть, как и Ивангелие от Яна 5.39, Господь говорит, исследуйте писания, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а не свидетельствуют о мне. То есть, почему? Как ты узнаешь, что ты находишь, например, в церкви, не в церкви? Вот исследуя священное писание, плюс толкование у нас, которое дано святыми отцами. А они в свое время исследовали, Господь их Духом Святым просветил, и они нам оставили свое наследие. Вот такие вот у меня мысли. И еще это, вот, на этом я закончил. Ну вот, я хотел бы еще добавить сюда, что, когда мы говорим это местописание, деяние святых апостолов, что прилагал спасаемых к церкви, они даже не понимают, о чем речь-то идет здесь. Они просто не понимают, и поэтому они ничего не отвечают, они смеются. То есть, им надо понять, что церковь никогда не исчезала. Если тогда Господь прилагал спасаемых к церкви, а врата адовы не одолеют никогда церкви Божьей, тут надо последовательность, логику, как они любят, логика, логика. Но когда ты им даешь эту логику, включить эту логику, но не было такого, чтобы церкви не было, как не было, они не могут этого понять. У них вот, баптисты, 1600 год, все тогда образовались они там, эти, с 18 века, те с 19, 50-ники с 20, ну а до этого кто-то веровал, ну может кто-то и веровал, но они там в аналах истории затерялись, религиозные. Главное-то мы тут, все, мы. Да, у них даже бесполезность. До этого никто не спасся, что ли? Да нам зачем это нужно, они? Нам что, заняться нечем, что ли? Мы спасаемся сейчас. Я говорю, а у вас есть такие люди, которых вы так любите, что до сих пор вспоминаете, а они умерли там лет 20 уже назад. Ну да, есть такие. Ну а лет 50 назад? 50? Ой, ну не помним. Ну да, может там есть один-два человека. Ну то есть, если про 100 лет назад скажем, то никого нету. Да нет, конечно, никого нет. Все, поезд ушел, как говорится. А как же люди, никогда не спасались? А как же добродетель вот это? Никто ее не посетил? Никто не благовествовал? Никто не хотел другому делать того, чего не хотел себе? Что ли? Вот она, уда, эта хитрость, коварство. Этот эгоизм сплошной. И когда с ними беседуешь, ты это чувствуешь. Просто там стена такая интересная у них. Она гранитная такая, монолитная стена. По ней такие потоки этой грязи идут. Когда уже беседуешь, беседуешь, и добеседуешься с ними. Понимаешь, что сердце там вообще не евангельское. Ты местописание можешь говорить, хоть об стенку горох. Они берут евангелие, в отрыве через 2000 лет, к себе применяют, и никому через эти 2000 лет не дают слова, никакого шанса быть спасенным. я спасен. Там Христос спасся, там с апостолами, ладно. Я говорю, а как же апостолы, они что, да апостолы, что, я говорю, они умерли, или все-таки, они живы, они с нами. А что, как они живы, они, конечно, умерли. Я говорю, а как мы можем апостолов попросить о том, чтобы они помогали нам? Как такие глазенки сделают? Как? Как они могут помочь? Никак не могут они помочь. Никто не может помочь? Нет, все уже, никто тебе не поможет, видишь, что? А как же молитвы? Как же эта связь живых с мертвыми, которая всегда существует? Илья на небе, Енок, который там сейчас. Как это так? Ничего, это даже никто не исследует, им ничего не надо. Да это Ветхий Завет, вспоминайте, зачем он нужен? А когда об иконах, иконы, а, это Ветхий Завет, 20 стих, исход, вот вам, вот иконы, и вы служите. Я говорю, вас не поймешь, то Ветхий Завет в радость вам, то не подходи к нему вообще. Так, говорю, интересно, для меня с вами беседовать. Включение, нравится. Я говорю, но я бы долго беседовал с ними, но они не выдерживают. Им не то некогда, то, и особенно они любят говорить, а мне это не надо, а мне это зачем надо? Вот так они отвечают. И это так грустно мне становится. А по Евангелию было, так интересно, они с ними беседовать. Особенно о Духе Святом они любят беседовать. Ну, я так понимаю, почему. То же самое и книжники, и фарисеи говорили о Христе. Ну, конечно, когда Христос сказал этому, говорит, прощаются те грехи твои. Они, ну, это легко сказать. И так же о Духе Святом. Дух Святой во мне, тут, что хоть заговорись, тут не проверишь никак. Я тебя на весы поставлю, только жир твой смею с костями и мяса немного. А Духа Святого никак не взвесить. То же самое и здесь. И Господь уж тогда чудо сотворил. Возьми постель и иди. А, и тогда прощаются грехи. Что легче сказать? Да, конечно, и все поняли. Да, легче сказать, прощаются грехи. Да, конечно, не легче. И у нас так же выходит. Сколько нужно всего для того, чтобы быть спасаемым и приложиться к церкви. И как легко быть сектантом стать. Не надо ничего. Я новая тварь, поэтому бреюсь. Поэтому хожу, как хочу. Широкий путь, пространный. Лишь бы мир меня слушал. Поэтому я ближе к нему прилеплюсь. Хотя и добродетели у них есть. Они, кстати, благовествуют Евангелие. И бывает, прям цитируют точно. Но в дальнейшем то, что идет толкование их, оно ядовитое. Да? Я вот сейчас смотрю, сестра поднимает руку, а ты, брат, не останавливаешься. Я тебе стихи Писания зачитаю. Чтобы немножко понять. Это 1 Коринфянам, 14 глава, 30-31 стих. Если же другом из сидящих будет откровение, то 1 молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. у нас живут, брат сидит, он у нас главный. Раз ты уже говоришь, говоришь постоянно, я про чему и говорю, что я. А он не видит, он же не смотрит. Как не видит, он здесь сидит. Я не вижу, а он-то должен видеть. Тогда Сергей, это я к Сергею тогда скажу. Вы подсказываете, кто руки-то поднимает? Нет, Александр уже раза три. Да я показываю тебе уже три раза тоже. Ты говори тогда. Она рядом сидит, как у нас. Не говори, потому что он же говорит. Я же не могу его тоже остановить. Вау, да что? Говори, давайте, говорите все. Я что, я все, замолчал на сегодня. Да не, не обижай. Достаточно, брат, все, прекратили, не батрить. Трудитесь, трудитесь, брат, давайте вперед. Ну говори. Не надо, ничего было, наверное. Просто было место, он говорил, когда про сектантов, что это хорошие люди, все вот такое. Я хотела маленько опыт последнего, последних благовестий сказать вот по этому вопросу. Мы раньше, когда ходили, вот еще вперед, когда мы активно ходили по квартирам, мне кажется, в то время мы реже встречались с такими людьми, с сектантами. И как-то, может, даже они встречались, но они скрывали, может быть, это. Мне кажется, это не было так вот открыто, как сейчас. И тут какое-то некоторое время мы не ходили на благовестие. Был у нас такой перерыв. И вот теперь есть период, вот этот вот перерыва, показывает нынешнее состояние общества. и я вот хожу последние раза, и я заметила, что изменилось и в худшую сторону. Чаще стали встречаться сектанты, и вот о чем мы говорим, что они вот умные, они хорошие, но вот они маленько не дошли, вот до этой ступени они еще не дошли, а мне кажется, они не то, что не дошли, они даже еще ниже упали, потому что они уже вот сколько мне приходилось, вот за последнее время я несколько человек таких встречала, и среди женщин, среди молодежи чаще всего встречаются, но они абсолютно бесноватые люди. Ни о каком уме, ни о здравом, ни о каком познании Евангелия, Нового Завета там или вообще в целом вообще даже вот ну речи нету, даже и рядом не стоил, потому что мы-то когда мы говорим, предлагаем, когда мы же сейчас предлагаем это Евангелие и говорим, что это не полный Новый Завет, это только Евангелие, вот четыре Евангелия, вообще никакого понятия. И даже хуже, чем понятие, с чем-то начинают сравнить, ну это полное беснование, прямо послушаешь и даже и не верится, что сектанты такие спрашивают, откуда? Некоторые говорят, какой-то камень, вот я даже не слышала, даже сейчас не помню, какой-то камень есть, какая-то общая женщина, возрасть, как? Краево-больный камень. Да, 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 да. А я, как, я говорю, вы туда ходите, а кто это такие, спрашивает, она рассказывает прямо, кто это такие, что это? А я говорю, вы знаете, вот все, что вы мне сейчас сказали, сходите в храм, а мы же возле Дмитрия Ростовского стоим у храма, вот я говорю, храм, зайдите туда, найдите священника, поговорите с ним, вы куда попали-то? не понимает вообще, вот тупая не понимает, о чем даже я и говорю, вот как сжирает умы людей, и кто это, сектанты, что, ой, да, такие хорошие, ничего подобного, сейчас я этого не наблюдаю, может, в то время, когда мы раньше ходили, были, да, а сейчас нет, бесноватые совсем, прямо явно и открыто бесноватые. мы все по времени можем все закончить. На 17-ом статусе мы начнем. Так они же все в сектах, сколько встречаются таких людей, они все в сектах называют прямо и открыто, вот мне, вот тогда таких не было, называют церковью. и много, вот много, часто с такими встречаются. Там вот, где мы стоим, вот, да, встанешь и думаешь. Пись на пене, сейчас мы поем, там, кулачок. Научи мне, Боже, молиться. Научи меня, Боже, молиться, твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем смириться, твою волю во всем исполнять, твою волю во всем исполнять, чтобы жил ты во мне безразделенно, Дух Святой, чтобы во мне пребывал, чтобы любил я тебя, без приема, и лишь имя Твое прославлял, и лишь имя Твое прославлял, чтобы мы драгоценную кровью, чистым сердцем свое я хранил, и святой бескорыстной любовью, всей душой своих ближних любил, всей душой своих ближних любил. Субтитры создавал DimaTorzok Ифатий Республикан. Ифатий Репу радуйся, твой сын в воскресе три дни на гроба, и ветвые воздвигновые люди, Веселитесь, светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Бога Господня на Тебе, Васия. Векуй ныне, веселиться сегодня, Ты же чистая, красуйся Богородице, А достань и Рождество Твоего. Господи, я благодарю Тебя, что в эту пасхальную седмицу ты способен собраться в этом месте и прославить имя Твое Святое. Благодарю Тебя, что позволил прикоснуться к стопам Твоим, услышать слова Твои божественные Евангелия. Господи, Ты сказал, что дерево узнается по плодам. Не дай нам бесплодными явиться Тебе, Господи, на суд великий и страшный. Но благослови нас на благовестие и увеличь церковь нашу через труды наши. И сохрани нас в мире. Хвала Тебе, Отец и Святой Бог. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.